Всем привет! Вы на канале Ютуба Жизнь с цветами и без, а также на канале Дзен, ну и в социальной сети Одноклассники. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Не знаю. Может отдых душе устроить? Праздник нужен душе. Праздник! Я его долго жду. Так, ребята, я нахожусь в горах, в лесу. База отдыха Дубрава. Это Туапсинский район, село Тингинка. Находится эта база. Ну, в 20 минутах от моего дома, поселка Новомихайловского. Показываю вам, как в восточной песне. Что вижу, то я показываю. Это раннее утро. Я здесь была с ночевкой. Приехали мои родственники сюда отдыхать. Ну, я им рекомендовала эту базу. Они не хотели на море, не хотели на берегу моря, не хотели никаких гостиниц. Захотелось им тихого места. Я говорю, ну, поехали в Дубраву. Вот я с ними здесь кайфую. Вот такие домики здесь. Ряд домов. Показываю вам. Возле каждого домика мангал. Домик двухэтажный. Вот такой домик стоит 6 тысяч. Там 4 кровати. Вот на втором этаже 2 и здесь 2. Сейчас мои проснутся. Я вам покажу, как там внутри, пока мои все спят. Вот это я ж ранняя пташка. Потому что она пенсии. Проснусь рано и лазью всех бешу, тарахтю, скриплю, соплю. Ну, в общем, как-то так. Ну, покажу здесь, пока здесь никто не живет. Покажу. Такая вот веранда небольшая. Сушилка, совок с веником. Здесь столик, 4 стула. Ночью прошел дождь. Но, знаете, дождь на равнине, либо дождь в городе, дождь в поселке очень отличается от дождя в лесу. Иногда этот дождь в лесу бывает даже очень страшный. Не дай бог, реки поднимутся. Ну, такое бывает нечасто. Поэтому я вас не пугаю. Это классно. Смотрите, сколько домиков. Там дорога вот идет. Сейчас вы услышите звуки квадроциклов. Здесь, если вы отдыхали в Туапсинском районе, ну, в частности, вот в Лермонтово, в Джубке, в Новомихайловском. Вон квадроцикл поехал. Гороза, гроза, гроза. Еще дождик, наверное, будет. Ну, сейчас тепло. Я вон, сейчас показываю вам. Иду в шлепках. В купальнике и пары. Она себя навесила и все. Дорожки вот такие отсыпаны. Галькой. Иду, прям хрустит все. Так вот, если вы отдыхали в этих поселках, вам сто процентов предлагали сюда экскурсии. Это база отдыха здесь. Ну, вот здесь за Тингинку, за село Тингинку выезжаешь. Это я вам хочу показать, что лес и гора прям рядом. Тут Орлинка, Кавказ, Экодеревня. Еще названия не помню, какие есть. Ну, и вот это Дубрава. Вам сто процентов сюда предлагали экскурсии. Вы, думаю, проезжали здесь мимо. Здесь куча услуг предлагают. И катание на квадроциклах, и на лошадях, на таких больших машинах. По-моему, они называются 66-е. Ну, местные водители их называют шишарики. Там грузят всех людей. Так, немножко туда грязно, но пройду. Пройду вам покажу заднюю часть этих домиков. Ну, в общем, местные так называют. И грузят всех отдыхающих в эти шишарики. И везут на водопады. Вот Тингинские водопады отсюда недалеко. Но я туда не пойду и не поеду. Ну, пешком туда можно дойти. Но, честно говоря, далековато пешком идти. Можно, но далековато. Я знаю, что по весне здесь местные жители ходят на водопады, как традиция на 1 мая идти на водопады и собирают ландыши. Ну, во всяком случае, у меня приятельница здесь, ну, у меня много здесь знакомых же в Тингинке живет. Вот она собирает всех своих детей, внуков. И у них традиция 1 мая идти на водопады и насобирать ландыши. Вот как-то так. Обратили внимание, везде чистенько. Здесь убирают. Так, я выйду из этой грязи. Вот, показала вам, как с обратной стороны выглядят эти домики в лесу. Выхожу. Опять я на дорогу. В старомодном ветхом шушуне, да? Есенина вспомнила. Здесь убирают. Везде чистенько. Ничто нигде не набросано. В этом году я первый раз на этой базе. В прошлом году я здесь была 4 раза. Доброе утро. Отлично. Лучше всех. Это я встретила хозяина этой базы. Они прям здесь живут, ночуют. Так что отдыхающих своих не бросают. Я замолчала, чтобы вы послушали, какие раскаты грома идут. Ну, здесь классно, ребята. И вот что хочу сказать. В прошлом году я здесь была, но без ночевок. В этом году с ночевкой. В прошлом году я видела стояли такие баки для мусора. А в этом году баков нет. И стоит большой контейнер для мусора. Ну, там на входе на базу. Я так думаю, ну, немножко неудобно. Ну, мы собирали мусор. Вот, кстати, мой домик. Ну, мой моих родственников. Я же говорю, проснуться, я вам покажу, что там и как там. А я еще думаю, ну, выносить мусор, бог знает куда. Ночью это все светится. Здесь не темень. А потом поняла. Мы вчера до 4 утра сидели на этой верандочке. Кайфовали. Ночью, ребята, здесь воют шакалы. Так прикольно. Тихо, тихо. И будет шакалы. Субтитры сделал DimaTorzok Вы слышите эти звуки природы? Это кричат шакалы ночью в лесу. Сейчас половина третьего ночи. А здесь и собак полно. И собаки как начали гавкать. Шакалы, конечно же, не подходят. И потом приходил ночью енот к нам. Класс. Класс. Приходил ночью енот. И я поняла, почему убрали от домиков эти мусорные баки. Потому что ночью эти еноты... А еноты не боятся, кстати, ни собак, ни людей, ни кошек, никого. Вот еноты самое наглое животное. Я здесь живу уже давно. Ой, 40 лет уже. И знаю, что еноты, они... Пафеисты, это точно. С собачкой люди приехали. Там собачка лежит. Мы, кстати, интересовались, можно ли сюда с животными... Вот кто-то из вас, отдыхающие, вдруг захотят сюда приехать. Хозяин сказал, чтобы собака была до 20 килограмм. Ну, вот такие у них условия. Ну, боятся, наверное, чтобы детей и отдыхающих не распугивали. Так вот, эти еноты, они переворачивают все эти баки с мусором и растаскивают. Ну, поэтому в одном месте эти баки собрали. Там на входе, там сидит сторож. И поэтому еноты... Ну, как бы там их, во всяком случае, там убирают. Вот, смотрите, отсюда, как красиво. Класс, да? А этот домик вообще в лесочке. Давайте подойдем. Я не знаю, всю базу вам покажу или нет. Хожу, гуляю. Вообще, я, когда отдыхаю сама, не очень хочется мне снимать. Вот здесь чуть-чуть по-другому она сделана. Ну, потому что я тоже хочется покайфовать и поотдыхать. Слышу, слышу, кто-то кричит. Света, снимай все подряд. Да, 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 снимаю все подряд. Ближе. Вот этот звук. Иду, и прям вот этот под ногами хрустит. Вот этот мир. Мелкий-мелкий гравий. И мне напоминает мой любимый Питер. Там же тоже мраморная крошка всегда хрустит под ногами. И здесь так же. Ой, сколько травы. Сколько зелени. Так, а какой? Ага, сегодня же 13 сентября. Еще и пятница. Кстати, 13 цифра. У меня счастливая. Вон там детская площадка. И вообще вот это вот большое поле. Ну, люди волейбол, футбол играют. Вот канатная дорога. Вот видите? Это не правота. Это спускаются люди. Здесь веревочный парк. Ух ты, молния бабахнула. Веревочный парк есть. И там люди спускаются по этому канату. Сейчас мы подойдем. Если дождь пойдет, побегу в домик. Ой, класс. Я не боюсь ни грозы, ни молнии. Я это все люблю. Ой, красота. И вот беседки еще. Здесь можно арендовать не домик, а беседку. Если вы приехали просто на день без ночевки, Вот одна беседка вот такая большая на всю компанию. И есть туалет уличный. Вот там в лесочке. Так и хочу сказать, вот там в лесочке под кустиком. Вон он. Так, сейчас покажу. Хотел сказать, в лесочке под кустиком вместо туалетной бумаги лопушок. Вот, кстати, по поводу лопушка. Ребята, у нас здесь. Но он везде уже распространился. Вон он, близко подходить не буду. Есть такое растение, называется борщевик. Похоже на лопух. Но он в основном весной очень опасный. Он делает ожоги так, как будто вы кипятком обожглись. И волдыри. Поэтому, если вы в лесу пошли в туалет, лопушками не пользуйтесь. Вот я вам сразу предупреждаю. Для тех, кто ни разу не был в лесу. Вот беседка. Давайте я зайду вам, покажу эту беседку. Мы в прошлом году здесь со своим профсоюзом приезжали. Меня как пенсионерку приглашали. Вот смотрите. Если вы даже большой компанией приедете на день, можно снять такую вот беседку от стола. Я не знаю, здесь человек 40 точно поместится или 50. Здесь есть холодильник. Вот вам, пожалуйста, для мусора. Ой, а вон он лес. Ребята, а как тут дышится? Вы даже не представляете. Также мангал. Также вот раковина. Руки помыть. Ну, все условия. В общем, что-то я даже на паузу не ставлю. Снимаю все одним кадром. Люди еще спят. Я же говорю, раннее утро. Одна я вылезла. Так. Здесь это раздевалка. Кому надо раздевалка перять? О, класс. И вот тоже маленькие такие беседки. Можно на маленькую компанию снять. Везде шашлычницы стоят. Мангалы. И здесь вот такой бассейн. Мы вчера допоздна в нем купались. Сейчас не включен водопад. Вообще, это вода с речки, с горной речки. Перекрыли речку. Организовали вот такой бассейн. Смотрите. Его периодически чистят от листвы. Потому что листва с леса сыпятся. И вот здесь, опять же, если вспомню, не забуду, покажу вам. Вот оттуда идет водопадик. Как прекрасен этот мир. Посмотри. 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 Так, все, благородили. Смотрите. Вот сейчас прозрачная вода. Никто еще здесь не купался. Я вам показываю. Дно каменистое. С этой стороны как это? Бассейн довольно-таки большой. Вход вот там помельче. А потом идет глубина. Все глубже и глубже и глубже. Вот тут уже дна не достать. Вот. Ух ты. Вот там чуть-чуть видно веревочного парка. Вот. И одно из тоже развлечений. Пойдем. Я покажу. В прошлом году я была. В этом году еще и не заходила. А вот, кстати, инструмент для чистки бассейна. Лежит. Ой, везде натуральный камень. Шикарно. Там есть пещера. Ну, рукотворная, само собой. Как бы развлечение для отдыхающих. Пещера с эхом. Не знаю. Вы смотрите отсюда. Какой вид. Вот. А вот эта вот, видите, стена? Вот оттуда бежит вода прям. И вот там она брызгами опускается. Так, дождик вроде начинает. Но мелкий я успею добежать. Что-то тут было перекрыто. Лезь веревка сигнальная. Но мы запремся. В прошлом году я здесь была. Вот она, пещера. Свод круглый. Ага. И вот оно эхо. У! Ага! У-ху! Ну, детворе интересно. Заходят сюда, орут, пищат, кричат. Пещера соловья-разбойника. Вот такая картинка. Соловей-разбойник здесь. Обитает. Типа. Ну, да ладно. У-ху! Пионерская зорька в одном месте играет. Вот отсюда вам покажу. Стена такая. Ступеньки. Идем дальше. Я вам в конце оставлю адрес и номер телефона этой базы, если захотите приехать. Вот вы знаете, даже если вы приезжаете издалека, недели на две сюда отдыхать. Вот Джубга, Лермонтова, Новомихайловка, Ольгинка. Я бы вам рекомендовала даже сюда самостоятельно, хотя бы на сутки, на двое приехать. Конечно, если вы приедете на неделю, вы ничего не успеете. Ой, что я показываю? Ничего не увидите. А если вы здесь на две недели, на три недели, вот обязательно сюда съездите. Отдохните. Здесь тишина, кайф. Но летом здесь народу, конечно, побольше. А сейчас сентябрь. И, кстати, это излюбленное место отдых местных жителей. Я вот сколько раз здесь была. Здесь много местных, особенно детворы, вечером из села приходят. Тут недалеко. Ну, я не знаю, минут 10, наверное, пешком идти от села. Ну, детвора на велосипедах, на чем угодно сюда добираются. Ну, вот они вот тут плещутся в этом озере-бассейне. У качельки есть такие лавочки. Здесь же услуги. Это кафешка. Даже если у вас с собой нечего покушать, вот, пожалуйста, кафе. Я единственное, что не спросила. Может, они и кормят здесь отдыхающих? Не знаю. Ну, вчера здесь стояли столики. Вечером я видела. Вот это магазинчик. Здесь и мороженое, и соки, и воду. Все можно купить. На ночь вот эти убрали. Я же говорю, сейчас рано. А в кафе вчера люди сидели, я видела. Вот оно, приличное кафе. Под крышей. Если у вас даже дождик застанет, можно покайфовать здесь. Вот. Живые цветы. Ну, кот спит под столом. И вот вид отсюда. Красота. Женщина, вон, смотрю, ходит, убирает в перчатках. Угу. Стоянка для автомобилей вот. Она охраняемая. А вот квадроциклы стоят. Не все еще уехали квадроциклы. Но с утра уже тут жужжали. Рычали, тарахтели. Поуезжали. Люди на экскурсии. Так. А вон эта машина, которую я вам говорю, шушарик. Сейчас подойду поближе вам сниму. Ага. И вон мусорные баки. Вон аж туда надо везти. Вот он въезд. И вот маленькая палаточка. Там сидит охрана. Постоянно. Вот охраняет ваши машины. Собачьи будки. Ну, собаки, я тут поняла, здесь не живут в этих будках. Они крутятся возле домиков отдыхающих. Ну, еще бы. Каждый день шашлыки жрать. Как вы думаете? Так, трактор здесь в горах обязателен. Вот еще там поляна. Можно волейбол, футбол. Баскетбол. Не, баскетбол, нет. Волейбол, футбол. Поиграть. Так. Здесь какие-то хозяйственные постройки. А здесь на тот случай, если не будет света. Я так поняла, стоит агрегат. Но ночью он не тарахтел. Значит, здесь свет проведен сетевой. На этот случай, если не будет света. Ну, идем дальше. Ну, это мельничка, я так поняла, что декорация ландшафтная. Естественно, все из камня. Ну, что ж тут не делать из камня что-то, если камень у вас под ногами. Вон, женщина траву рвет. Это большое здание. Я так понимаю, на зиму здесь хранят транспорт. Под крышей он здесь хранится. И вот лес. Смотрите, какое небо синее. Дождик придет. Ну, сегодня я посмотрела по погоде. Дождик будет до обеда. Ну, нас это нисколько не пугает. Дождик теплый. Вот сейчас я хожу, я жарю в купальнике, в Парео. Но градусов 28 точно есть. Парит. Парит. Ну, что, пойдем посмотрим на лесник. Это веревочный парк. Я, наверное, говорила лестничный парк. Веревочный. Школьников сюда прямо школами привозят. Или из лагерей детей привозят. Конечно, с ними проводят инструктаж. Ну, кто давно со мной, он увидел. В прошлом году я показывала прям, как инструктаж проводится. Как им снаряжение дается. Вот, без инструктора и снаряжения прохождение про маршруту запрещено. Это уже обратно, когда выходят с маршрута. А мы идем вот сюда. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» и слезу потому что буду держаться зубами руками сползать отсюда так это дверь в туалет вот на туалетом висит бак обогревательный вот и показал как она здесь включаем свет и заходим показываю общий вид вот полотенца сразу говорю здесь были и полотенец здесь очень много ну на 4 человека ждем рассчитан туалетная бумага была но мы свое привезли так показываю здесь раковина здесь ну как обычно а вон еще туалетная бумага в запасе здесь вот так ну это рыльно-мыльные наши так сейчас себя покажу вот так покажу вот так видно ребята это я это я бабушка света кому-то не нравится что я называю себя бабушкой так униказ открывать не буду но прилично видите все до душ душ закрывается шторкой окно шампунек не было сразу говорю вот туалетная бумага и полотенце здесь для услуг было все все остальное рыльно-мыльно-мыльно это наша может душ принимали вода уходит хорошо болото здесь не остается ну и понятное дело полотенце все еще и пойдем кофе пить я уже сегодня с утра кофе напилась аж булькает он не буду свою родственницу показывать не хотят они чашечка кофе соседи сидят сидим здесь кайфуем погода в горах ребята я уже наверное говорила она неустойчивая может дождик пройти и тут же вылезти солнце либо всегда вот между гор всегда же сквознячок и между гор всегда тянет точку и вот смотрите вот я слышу шум дождя ну-ка послушайте вот там идет дождь вот небо синяя а теперь смотрите а здесь уже солнце он уже ушло солнце за тучу ну в общем как-то так собакин всегда меня тут сопровождает ну потому что я его и покормила шашлыком он знают кормящую руку в общем мы так кайфуем здесь я подарю вам шашлыки шашлыки андоси андоси давая у вас Assistantanten сель и dadя руком сейчас у вас слышу св pu escuela deadlines в комментарии все что все recording и аддоси знаете мы во первых не пьем никогда закусывайте закусывать жить как говорится хорошо а хорошо жить еще лучше ну что ребята надеюсь я вас не утомила а развлекла сама отдохнула сегодня я еще одну ночь остаюсь здесь кайфовать по-другому не скажу не отдыхать кайфовать знаете я вот заметила что у нас вот появилось очень много слов которые действительно отражают события ну вот мне кажется слово кайфовать ничто другое вот не описать скажу отдохнуть она не так будет а кайфовать так это я вам показываю как заходит солнце в горах так наверно тут качели мешают как показать как вам показать ну в общем вон солнышко садится решила пройтись еще по полянке показать вам такую красоту обязательно вам сейчас выставлю адрес этой базы рекомендую пять с плюсом ставлю этой базе ну в общем мечтайте вселенная нас слышит мысль она материальна и все что вы пожелаете задумайте обязательно сбудется и на этой красивой приятной минуте я желаю вам и вашим цветочкам канал же про цветы все таки я это помню на отдых и казалось бы все забыла да ну в общем я желаю вам и вашим цветочкам процветания и помните что все будет хорошо вот даже не сомневайтесь я это точно знаю потому что по-другому просто быть не может будем жить несмотря на фортуну предсказания звезд и прогнозы врачей будем спорить с судьбой и безумно мнений столько сколько людей это у шекспира быть или не быть а у нас было не было мы не будем страдать и ныть по важнее есть у нас дела это у шекспира быть или не быть а у нас было не было мы не будем судьбу гневить будем теплом согревать сердца и и и и и Продолжение следует...